Всем привет, ребята. И сегодня у нас 24-е. Поэтому я решила сделать такое видео про мой макияж. Первый раз в жизни снимаю такое. Я сама не знаю, что будет получаться. Это не мой повседневный макияж, потому что мой повседневный макияж это просто ресницы. Или же, ну, лайнер и ресницы. Поэтому мы решили его усложнить. Все-таки 24-е у нас будет такой, знаете, праздничный макияж. Я уже увлажнила кожу. Я знаю, что многие это делают. Я тоже просто ношу крем. Ну, когда как, опять же, не всегда. Первое, что мы делаем, все-таки я не наношу пеналку, а наношу топа консилер. Поэтому помогаю на весне. Короче, я его ношу по яглаза, растушевываю пальцами. Потому что спонжа у меня нет, кисть была. Но я поняла, что мне неудобно. Он чувствует себя как воги, знаете. Так, girls, сейчас мы наносим консилер. Вроде растушевался. Я думаю, не видно разницы. На штоку глаза его носят сюда, там ездила на нос. Не думаю, что в этом есть смысл, поэтому я не буду. Ну, как бы, для меня сейчас нет смысла. Дальше я использую такую свою отникс-штуку, которая уже отвалилась. Все, у меня есть новая. Но просто эту надо это использовать. И опять же, у меня есть кисть. Но я использую палец. И просто вот так вот беру остатки и под глаза тоже запудрую это. Я не знаю, с чем я это делаю. Мне кажется, это помогает. Типа, чтобы сделать такой матовый эффект. Когда у нас такая основа готова, мне страшно. Запоминаем дальше пока макияж. Сейчас он мне удастся. Потому что на камеру я снимаю, а всегда не получается. Хотя у меня всегда с первого раза. Ну, нормально. Но я хотела немного другую сегодня. Попробуем подрисовать другую. Короче, пока ставим так. И будем рисовать вторую. Я уверена, что они будут супер разные. Ну, как обычно. Ну, ладно. Они прям такие уж разные. Все они очень похожи. Так, вот мы накрасили их. И я после первого слоя, жду пока все застынет, крашу второй слой. Потому что Мне кажется, так они смотрятся ярко. И как будто бы больше. Я не знаю, как это объяснить, но я не делала керлерам. Потому что я прочитала в Тик-Туке, что это очень сильно вредит ресницам. А раньше я короче брала керлер, делала, ресницы накрасила, потом еще раз керлер, еще раз крах. Это вообще ужас. Так как у нас сегодня такой праздничный макияж, я решила наклеить ресницы. Да, но я, короче, беру. У меня есть целые ресницы такие. Я просто беру и отрезаю переднюю часть, клею только заднюю, потому что мне их нравится больше. И тогда не приходится рисовать стрелку вот отсюда, чтобы прям вот, ну, по черной только части клеить. А то как-то не очень получается, если не рисуешь полностью стрелку до конца. Поэтому мы можем вот такими ресницами, а клеить только тут. Будет нормально. Клей от Дуо Микс. Мне кто-то сказал, что это вообще самый лучший клей. Ну, в принципе, да. Я просто другими не пойду. На самом деле, мне кажется, легче клеить пинцетом. Или чем-то он клеит. У меня этого нету, поэтому мы клеим руками. вот такие реснички получились. короче, наверное, фулл-мейкап. И то это не фулл, но такой. Такой фулл. На самом деле, ну, вот этот хайлайтер от Диора, я не вижу никакой разницы между этим и этим. Ну, честно. Для меня все хайлайтеры, они, ну, почти одинаковые. Блестят и блестят, поэтому не знаю, все хотят. Этот, он очень популярен, типа, в технологии. Скажу вам честно, можете покупать обычный. И последний, завершающийся. Штрих, штрих. Я не пользуюсь помадами, но мне нравится и некоторые помады, которые смотрятся не ярко, а как натуральный цвет. И вот одна из них, в оттенке четвертым. мне очень нравится. Это, типа, не помада, а Lip Glow с цветом. У меня есть еще одна такая, только от другой фирмы. И вот они очень мне нравятся, как смотрятся на губах, поэтому мы ее нанесем. Я запоминаю, что это мои губы. Такой. Сейчас смотрим. Сейчас смотрим. Но я не думаю, что будет слишком видно, но будет видно. Ну вот. Как бы видно, как будто бы это мой цвет губ. Но это не мой цвет губ, просто немного ярче. Поэтому вот так. Короче, ребят, на этом все. Первый раз я сняла такое видео про макияж. Поэтому, если вам понравилось, пишите. Да, всем бэбэ. А я пошла праздновать Рождество.